Привет, привет всем! Автовладелец может столкнуться с тем, что во время очередной проверки отмечается повышение уровня масла. Другими словами, если это произошло, тогда речь идет о неисправности, причем иногда достаточно серьезной. Сценарии в таком случае могут быть две. Первое. Когда поднимается щуп или откручивается пробку маслозаливной королевины, видно, что масло поменял цвет. Второе. Масло цвет не поменял. Начнем с самого плохого. Масло поменял цвет. Причина. В масляной системе находится охладительная жидкость. Антифриз или тасоль. В этом случае в моторное масло попадает рабочая жидкость из системы охлаждения. На это указывает снижение уровня охладительной жидкости в расширительном бачке, повышение уровня масла, а также в одну масляную эмульсию под крышкой маслозаливной королевины или на шупе. Если обнаружен тасоль или антифриз в масле, тогда меры нужно принимать незамедлительно. К такой неисправности обычно приводят пробои прокладки КБЦ, а также появление трещин в блоке цилиндров или колоке блока цилиндров. Косвенным признаком является белый твин из выхлопной трубы. Как проверить и убедиться в таком случае, что причиной является именно пробой прокладки КБЦ? Об этом есть у меня два видео, ссылки на которых оставлю ниже под этого видео. В первой части я рассказываю, как дедовским методом можно определить, что прокладка КБЦ пробита. А во втором видео есть рассказ, как по простому, по научным методам с помощью химии на 100% определить и поставить диагноз и убедиться, что пробита прокладка КБЦ или нет. Теперь перейдем к другому сценарию. Уровень масла повышен, но цвет масла не изменился. В таком случае причин может быть две. Первое. В двигатель изначально перелили масло. Второе. В двигателе в системе смазки активно попадает топливо. Разберем коротко первый случай. Высокий уровень масла может возникнуть в результате банального перелива масла в мотор. Неопытные часто допускают такие ошибки и ее легко можно исправить. Нужно всего лишь не тянуть со временем и вовремя удалить лишнее масло. Наиболее частая причина перелива масла – элементарный человеческий фактор. Во втором случае, если масло пахнет бензином, в таком случае масло становится легко воспламеняемым и сильно разжижается. Также на такой разбавленной смазке двигатель работает очень шумно. Могут появляться стуки, а сам агрегат быстро выйдет из строя. Прежде всего, нарушения в работе двигателя, троение, спой, перебой и т.д. Параллельно, значительное увеличение расхода топлива укажет на то, что в отдельных цилиндрах по тем или иным причинам не сгорает топливо-воздушная смесь. Часть топлива в этом случае будет фактически вылетать в выхлопную трубу. При этом другая часть неизбежно стечет в картер через поршневые кольца. При этом корючее масло является только следствием поломок. А первопричины самой неисправности мотора могут быть разными. Например, проблемы со смесообразованием. Смесь переупогащается бензином и теряет способность воспламеняться. Отсутствие искры на свечах зажигания. Низкая компрессия. Негерметичность форсунок. Когда закрытые форсунки льют топливо. И так далее. В любом случае, с такой проблемой двигатель эксплуатировать нельзя. Нужно немедленно ремонтировать, устраняя главную причину. Из-за которых происходит попадание топлива в картер. В масле двигателя. В результате двигателю может понадобиться серьезный ремонт уже через несколько десяток километров после езды на корючей масляной смеси. Или на масле, в котором смешен антифриз. В противном случае, двигатель может получить серьезные повреждения. Ну и в конце видео хочу попрощаться и просто вставить лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Планирую сделать видео о пропусках в цилиндрах, о головном поле автовладельцев и коснуться одному распространенному причину этого поломка, о котором многие не знают. Чаще даже профессионалы мастера игнорируют ее и предлагают заменить форсунки, катушки и так далее. Но в конце концов причиной оказывается самый простой фактор, которого иногда очень легко без больших затрат можно устранить. Если есть что-то добавить, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо всем за внимание.